Добрый день, уважаемые друзья! Я Малышева Ольга Геральдовна, сотрудник Института гуманитарных наук, историк, доктор наук, профессор, который занимается изучением политической истории, истории российского общества в 20-м столетии. И одним из новых сюжетов, с которым я с огромным удовольствием начала работать, это является история Москвы начала 20-го века. Цикл бесед, который мы сегодня начинаем, будет посвящен знакомству и такому ретроспективному обзору, что из себя представляла Москва в начале 20-го века, можно ли ее сравнивать с современной столицей, и если можно, то в каких сюжетах. В чем мы преодолели действительно такой прорыв, который позволяет увидеть действительно достижение сегодняшнего дня. По нашему замыслу, вначале мы будем говорить об облике Москвы, о проблемах, которые стояли перед мегаполисом начала 20-го века. Затем будем говорить о Московской городской думе, поскольку это история власти, история городского самоуправления, которое как раз и было нацелена на решение тех задач, проблем, на развитие столицы. И пришло время, наверное, действительно оценить эти усилия, результаты этой очень масштабной работы. И если у нас все получится так, как мы задумали, поговорим о переломном этапе нашей столицы, который выпал на период реформы революции, Москва в 1917 году. Но нашим главным героем будет Московская городская дума, москвичи, московское самоуправление, жизнь большого города. Прежде чем начать предметный разговор, я бы хотела поблагодарить и проанонсировать вот эти две совершенно замечательные монографии, автор которых историк, по-настоящему знаток Москвы, доктор исторических наук, профессор, главный специалист Института российской истории, Любовь Федоровна Писарькова. Первая книга называется «Московская городская дума» 1863-1917 год. И вторая монография «Городские реформы в России и Московская дума». Собственно, Любовь Федоровна является основоположником вот этого научного направления изучения, осмысления вот этой очень интересной части истории нашей столицы. И мы, готовясь к сегодняшнему разговору, с большой благодарностью использовали вот то, что было ей изложено в этих работах, ее мыслями, которыми она щедро делится с читателями. Ну и какие-то вещи добавим, уточним. Думаю, что это будет интересно и познавательно. Прежде чем говорить о московской столице в начале века, буквально несколько таких общих слов. Я думаю, что я никого не удивлю в аудитории, если напомню, что история государства российского невозможна, немыслима без Москвы. Именно Москва собирала русские земли после татаро-монгольского ига, была центром создания единого государства. Это всем хорошо известно. Но так сложилось в XVIII веке, что Москва, ну, скажем так, утратила свой статус столицы. Столица переехала на север. Но это совсем не означало, что Москва перестала играть ту роль, которую она традиционно играла в истории государства российского. Сложилась очень необычная ситуация, когда в нашем государстве образовалось как бы две столицы. Северная столица официальная, чиновняя столица. И Москва, которая оставалась центром экономическим, политическим, общественным. И вот эта ситуация существовала до установления советской власти. Но подчеркиваю, что даже перенос официального статуса столицы в Санкт-Петербург никоим образом не изменил роли места нашего города в государстве и его статус. Но я уже сказала о том, что главным нашим героем будет история московского городского самоуправления, в период, о котором как раз Любовь Федоровна писала, в том числе, создание самоуправления, передачи городским органам самоуправления большого спектра вопросов, которыми должны были заниматься выборные органы. И не случайно вот на первом слайде мы видим здание Московской городской думы. Это очень хорошо узнаваемое здание. В нем уже в годы советской власти располагался музей Ленина. Сегодня оно принадлежит историческому музею. Это был центр политической, общественной, культурной, в том числе, жизни столицы. И не случайно мы знакомство с этим периодом нашей истории, истории нашего города начинаем именно с этого слайда. Что же представляла из себя Москва в период? Ну, наверное, более правильно будет говорить о периоде рубежа веков. Рубежа 19-го, 20-го века. Москва продолжает хорошеть, она продолжает строиться. И даже вот эти кадры времен как раз рубежа веков очень наглядно свидетельствуют, что Москва вполне представляет из себя европейский город с большими мостами, с прекрасными памятниками архитектуры, культуры. Огромное количество храмов, соборов украшает Москву. И по целому ряду других показателей, Москва действительно идет в таком достаточно уверенном темпе развития. Растет Москва и по численности населения. Ну, достаточно сказать, что если на 1900-й год в Москве жило около миллиона человек, то к 1916 году число увеличилось больше, чем в полтора раза жителей. В Москве насчитывается порядка миллиона, почему говорю порядка, сейчас поясню, миллиона 700 тысяч граждан. Ну, современники, мы с вами можем только улыбнуться, озвучивая эту цифру, понимая, что сегодня Москва кратно превышает численность. Но поверьте мне, для начала века эта цифра была более чем внушительной. И Москва по численности своих жителей была вторым городом в Российской империи после Санкт-Петербурга. Хотя, справедливости ради, заметим, что темпы прироста городских жителей в столице были в Москве больше, чем в Санкт-Петербурге. А кто же были эти лица, приходящие в Москву, избиравшие ее для постоянного места жительства? Ну, я думаю, что здесь ответ лежит на поверхности. Это были пришлые так называемые люди, в основном из крестьянского населения, которые пополняли ряды многочисленных рабочих. Я сейчас на следующих слайдах, вы сами это увидите. Рабочих, прислуги, лакеев, извозчиков, подмастерьев и так далее. Действительно, приток в Москву был очень большой. Это очень влияло и на образ жизни в городе, и на культурные какие-то традиции, в том числе имело серьезное значение при решении вопросов здравоохранения и образования. Мы об этом будем говорить отдельно. Но пока для себя фиксируем факт. Москва не только хорошеет, строится. Москва увеличивается своими жителями. Вот еще одна иллюстрация того, что это был вполне уже крупный город с налаженной системой. И здесь вот на этом слайде мы видим и трамваи, которые уже регулярно ходят, отдельно об этом будем говорить. И по-прежнему используется гужевой транспорт. На улицах полно людей, работают магазины, идет такая оживленная торговля и так далее. Действительно, Москва – крупный город Российской империи. Ну, иллюстрация, может быть, не очень хорошего качества, что Москва была не только каменным таким сооружением, состоящим из каменных зданий. Москвичи старались сделать свой город привлекательным. И сегодня, когда у нас Москва вся в сирене, в цветах, вот это невольно приходит на память о том, что москвичи разбивали парки, скверы, бульвары, всячески украшали и делали свой город более удобным для существования, для обитания и так далее. Но вы вряд ли узнаете привычный нашему взгляду Московский Кремль. Трудно сегодня себе представить просто сам факт движения по брусчатке Красной площади. Но вот мы видим совершенно очевидно перед нами башню Московского Кремля. И идет за его стенами, и у его стен идет обычная трудовая жизнь московской столицы, движутся повозки, ходят люди. То есть Москва живет обычной жизнью. Это была обычная картина, очень характерная, привычная для того времени. Один из многочисленных мостов, опять же, мы видим с видом на Московский Кремль. Это тоже было... Вот как раз о том, кто приходил в Москву жить. Вот мы видим в рабочей одежде попросту одетые люди, которые прямо у действительно стен столичного Кремля ведут какую-то свою деятельность, что-то перевозят, что-то делают. То есть город живет обычной жизнью. Ну и украшением столицы мы все это хорошо знаем и очень гордимся, что разрушенный когда-то памятник снова стал элементом нашего города, очень красивым, украшающим центральную его часть. Вот храм Христа Спасителя, который как раз был незадолго до этого возведен и стал главным собором Москвы. Что касается проблем, которые стояли перед городом. Проблем, конечно, было огромное множество. По целому ряду показателей Москва не соответствовала еще требованиям, которые предъявлялись к европейским столицам. Проблемы лежали и в части благоустройства города. Мосты строились очень активно, но их тоже не хватало. И строительство каждого моста было очень знаковым событием для столицы. Очень острые проблемы лежали в части снабжения водой, снабжения продовольствием, даже мясом отдельно. Проблема была мясного снабжения и так далее. Отдельные проблемы, которые приходилось решать городским отцам, лежали в сфере транспортного сообщения. Город рос очень стремительно, и проблема перемещения по городу была очень острой. И московские власти решили ее с помощью создания транспортной системы, которая была реализована с помощью московского трамвая. Решались и другие проблемы. О каждой в отдельности мы немного будем говорить чуть ниже. Говоря еще об общих таких сюжетах, хотелось бы сказать, что представить такую картинку, что же представляли из себя москвичи, кто они были по сословию, по своему сословному принадлежности. Я уже говорила, что город сильно увеличивался за счет пришлого крестьянского населения, но огромную роль все-таки в московском управлении, в жизни города играли традиционно московское купечество. И здесь надо буквально несколько штрихов таких добавить, что те москвичи, которые традиционно считали себя представителями, мы много будем говорить, и московские руководители, они тоже выходцы были из этого сословия, они очень изменились к началу XX века. Если, вспоминая произведения Островского, мы помним бородатого, не очень образованного, грубоватого такого человека, который был представителем купеческой фамилии, то москвичи купеческие, начало века, это были люди уже вполне европейские, получившие часто образование за границей, говорящие на иностранных языках, и люди, которые, в общем, сильно отличались от привычного нашего представления купца, скажем, XIX века. Приведу один только пример. Их очень много, династий купеческих, которые играли огромную роль в жизни города. Ну, вот одна для меня очень просто лично интересна. Это династия Гучковых. И вот на примере этой династии тоже можно посмотреть, как меняется социальный состав людей, которые не просто занимают ответственные должности, но и решают судьбу города. Александр Иванович Гучков хорошо нам известен как создатель партии октябристов, председатель Третьей Государственной Думы, его родной брат Николай Иванович Гучков долгие годы, и мы будем о нем говорить обязательно, был московским городским головой. Был еще брат Константин, и представители этой династии действительно играли очень заметную роль в жизни города до такой степени, что московские газеты того времени писали о них, о том, что они излюбленные москвичи, то есть москвичи, которые действительно живут интересами города, очень много делают для города, и москвичи их действительно ценили и уважали. Так вот, прадед Гучковых, о которых я только что говорила, был крепостным крестьянином. И после отмены крепостного права он очень активно начал предпринимательскую деятельность, и к началу XX века Гучковы были одним из наиболее влиятельных, состоятельных москвичей. Собственно, такой путь проделали очень многие династии, тех же Абрикосовых и другие. Кто-то имел такие дворянские, может быть, корни, но в основном это капиталы, которые создавались своим трудом. И москвичи, которые избирают вот этих людей, людей, хозяйственников, люди, которые умеют вести хозяйство, умеют экономно расходовать не просто заработанные деньги, а отдавали им очень часто предпочтение. И когда мы будем говорить и о составе Московской городской думы, и о тех лицах, которые решали судьбу города, будучи обличены доверием в качестве городского головы, они как раз традиционно зачастую были представителями купеческого сослова. Поэтому это, конечно, заслуживает отдельного такого разговора. И по необходимости мы к этому будем обращаться. Еще одной отличительной особенностью Москвы было то, что в Москве всегда, несмотря на то, что она пополнялась извне, и приходили люди, как правило, неграмотные, всегда ценилось образование. Мне думается, что, наверное, нужно вспомнить о том, что именно в Москве был открыт в свое время первый университет. И московский университет, который, кстати, в который тянулись, и где охотно получали образование представители различных сословий, в том числе купеческого сословия, москвичей, он был такой своеобразной кузницей кадров. И быть образованным человеком в Москве было не просто хорошим тоном, если хотите, а было обязательным условием для того, чтобы быть вовлеченным в общественную, в политическую деятельность. Я, собственно говоря, об этом еще и с той мыслью, которая подтолкнула меня как раз и породила во мне интерес к изучению опыта московской власти, москвичей вот этого периода. Я занимаюсь историей представительной власти государственными домами и для себя сделала на каком-то этапе открытие, что Москва, которая четыре раза посылала своих представителей в Государственную Думу, в период думской монархии было четыре созыва Государственной Думы, ни разу не избрала ни представителей правых, ни одного священника. Москва традиционно посылала представителей так называемой профессорской партии. Голосовали все, ну, все избиратели Москвы, да? Из 16 депутатов Государственной Думы, которые представляли Москву на главной политической площадке Российской империи, Государственной Думе, 13 были представителями кадетской партии, абсолютное большинство их были профессора Московского университета, только дважды одержали победу и поддержку получили избиратели, представители другой либеральной партии, более умеренной партии октябристов, в том числе Гучков Александр Иванович, и один раз был избран представитель от рабочих в Первую дому. В основном Москва традиционно... И, кстати, таких результатов больше не показал ни один город Российской империи. Вот это для меня было такой своеобразной шарадой, что ли, я вот захотела разобраться, а чем же руководствовались москвичи, очень разные по своим и симпатиям, и политическим пристрастиям, и мировоззрению. Известно, что Москва город очень религиозный, почему представители Русской Православной Церкви в Москве ни разу не получили поддержки. Ну и вот это вывело меня на осмысление избирательных кампаний в Думу. Потом интерес продолжился, и я обратилась к изучению вообще настроений избирателей, москвичей на выборах, всех выборах, которые проходили в этот период, в том числе в государственную, как я уже говорила, Думу, городскую Думу, и позднее в учредительное собрание. Поверьте мне, это очень интересное сопоставление, которое позволяет сделать довольно-таки, ну, знаковые, я бы сказала, наблюдения и выводы. Но это вот что касается общей характеристики Москвы, с которой мы сегодня начинаем наше знакомство.